Павляс, 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 Синий Скорояк, нам садитесь, как это будет, ну, не жалко. Ну, хотелось бы департамент труда... Вот так в непринужденной обстановке представители различных предприятий обсуждают с коллегами вопросы охраны труда и техники безопасности. Двухдневный семинар, посвященный вопросам безопасности труда, организован Управлением инспекции по труду Южно-Казахстанской области совместно с Акционерным обществом Шымкент-Цемент и впервые проводится в рамках Республиканского дня труда на базе АО «Шымкент-Цемент». Данное предприятие в качестве базы проведения семинара выбрано не случайно. Политика по технике безопасности, принятая в компании, распространяется не только на сотрудников компании, но и на подрядчиков, поставщиков, третьих лиц, работающих с компанией. Мы проводим анализ несчастных случаев, но компания «Шымкент-Цемент» в этом опросе показала лучший результат. Ни одного несчастного случая ни на производстве, ни у подрядчиков, работающих с компанией на протяжении двух лет. К слову, руководство АО «Шымкент-Цемент» объявило о проведении конкурса среди всех предприятий Южно-Казахстанской области «Лучшие практики по охране и безопасности труда». Главный приз – поездка на трехдневное обучение по технике безопасности на одно из предприятий, входящих в группу компаний «Итал Чементи» за пределами Казахстана. Мы понимаем всю важность решения вопроса по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах. Группа глубоко убеждена, что необходимо бережное отношение к любым видам ресурсов, будь то человеческие, природные или финансовые. В ходе семинара специалисты более ста компаний обсуждали вопрос о улучшении условий охраны труда как в теории, так и на практике. А чтобы сотрудники компании не забывали правил безопасности, по всей территории завода размещены щиты напоминания золотых правил техники безопасности. Один из участников мероприятия не скрывает все, о чем говорилось на семинаре, ежедневно использует на предприятии в своей работе. Ну, для нас, в принципе, у нас сейчас обмен опытом идет. Шемпгенцемент действительно, на самом деле, у них опыт большой, у них крупная организация. Здесь у них получается то же самое, что и у нас, но, в принципе, у нас разницы никакой нету, поэтому они тоже заняли первые места, разницы мы не чувствуем. Во второй день семинара, помимо практических занятий, все участники познакомились с ходом строительства новой сухой линии. Стоимость проекта, который ориентирован на безопасность и охрану окружающей среды, составляет 80 миллионов долларов США. А под занавес мероприятия стало известно о постановлении правительства, согласно которому для модернизации цементного завода будут привлечены более 500 иностранных рабочих. Это ли не признание на самом высшем уровне, что все делается правильно?